Сегодня, конечно, у нас с вами необычная служба, необычный день. Вся наша Церковь готовится к величайшему событию, к уходу Господа с земли и возвращении Его в Царство Божие. Вся Церковь готовится к величайшим тайнам, которые откроет Бог, который принял на Себя человеческую плоть. Все тайны нашей жизни, которые есть, все проблемы нашей жизни, все неясности, которые есть в нашей земной жизни, Господь нам открыл за три с половиной года Своей проповеди. И вот сегодня, именно сегодня, перед началом нашего пути к Пасхе, к распятию Господа, к Его Вознесению, когда мы с вами вступаем на путь поста, 48 дней поста, вот в этот период, именно в это время, как-то все становится на свое место. Если мы с вами во Великой Радости проводим 40-дневный пост, когда готовимся к Рождеству Господа, то сейчас Великий Пост – это осмысление вообще всей жизни, осмысление творения Богом человека, осмысление качества нашей природы, осмысление того, что с нами будет дальше и что будет с этой планетой. Что нам нужно отметить в качестве сущности данного предмета? В качестве сущности того предмета, который нам нужно знать и понимать, и по которому нам надо жить, является следующее. Когда совершается война большая или когда совершается стихийное бедствие, то после этого большие разрушения. Мы знаем, что после Великой Отечественной войны 1740 городов, селений было до основания разрушено. Да, война окончилась в 45-м году, в мае месяце. Но восстановление ее продолжалось еще много десятилетий. Следы этой войны мы чувствуем и сегодня на себе. Каждый, кто здесь находится, потерял кого-то в войне. Те, кто был в тылу, они потеряли много сил, энергии. Потому что неизвестно, кому было тяжелее. Те, кто в войну работал здесь, на оборонных заводах, на полях. Или тех, кто был в окопах, которых хотя бы кормили. Когда проходит стихийное бедствие, иногда от городов ничего не остается вообще. Такое стихийное бедствие было в городе Иваново. Когда смерть пошел и все на своем пути забирал. Что-то поднимал, трактора, дома, крыши, домов, людей. То, что совершилось в грехопадении, это страшнее, чем война, чем стихийное бедствие. Следы и плоды грехопадения Евы и Адама на себя ощущает все человечество. Это глубочайшее повреждение человеческой природы. Вот как отличник в школе, отличник, хороший, красивый человек, вдруг неожиданно стал вором, преступником, убийцей. И мы смотрим на этого человека и не можем понять, как могло с ним это произойти. Вот то же самое произошло с человеком. Внешне мы остались теми же, какими были Адам и Ева до грехопадения. По форме. Вообще тема формы и содержания очень важна. Мы каждый раз смотрим друг на друга, какой нос, какие губы, какие глаза. Иногда смотрим на человека, что он имеет. Дом имеет, машину. Но есть понятие содержания. Когда мы сегодня уступаем в брак, мы говорим, да, этот богатый человек, красивый муж будет, красивая жена будет у меня. Но мы не смотрим, что внутри этого человека. Вот так же сегодня мы смотрим друг на друга, оценивая совершенно другое. Мы оцениваем человека, каждого из нас по нашей телесной природе. Да, мы ходим с вами. Мы же не ходим по больницам. Мы живем в этом мире, где люди ходят, где люди кушают пищу, где люди проводят праздники, свадьбы, дни рождения, праздники государственные. И мы смотрим на себя вот с этой точки зрения. Да, у меня все дома есть, мебель, посуда. Но содержание. Что внутри каждого из нас сегодня? Если бы сейчас включить микрофоны, к каждому из нас подключить микрофоны, тем, кто живет в Европе, в Америке, в Австралии, в Азии, и чтобы люди могли рассказать о своей жизни, как они прожили, какие они, что они совершили в жизни своей, мы ужаснулись бы. Мы должны были бы сойти с ума, но мы с ума не сойдем, потому что у нас нет ума, у нас его нет просто. Мы уже мертвые стали. Мы уже не понимаем, что происходит. Поэтому мы сегодня не понимаем действия и плодов греха. Война – это причина греха. Преступность – причина греха. Разврат – причина греха. Предательство – причина греха. Измены – причина греха. Половые извращения – причина греха. И к чему бы мы ни прикоснулись с вами, будь это драка, будь это кто-то взял у кого-то чужое, то, что ему не принадлежит, кто-то у кого-то забрал жену, не свою. Все, к чему мы прикасаемся с вами, бросил ли человек атомную бомбу на живых людей, все, что мы с вами сейчас сказали, даже то, что мы выбираем нефть, газ из природной земли, из уникальной планеты земля, все – последствия греха. Мы сегодня живем в безумном мире. Люди, которые имеют сегодня огромное количество денег, они даже их в руках не держат. Это цифры. И когда человек приходит, ему говорят, у вас миллиард на счету, или там 10 миллиардов, или триллион на счету. Мы уже не видим даже этих денег. Мы в безумном мире живем, но мы бежим за этими цифрами. Посмотрите, дошло до чего человечество в 21 веке. Органы детей продают, органы детей, лишь бы получить эти цифры. Сегодня мы видим это страшное горе, которое косит, и это коса. И кто-то держит эту косу. Эту косу держат падшие ангелы. Но косит грех. Посмотрите, сколько людей сегодня в больнице, сколько в тюрьмах, сколько в судах. Посмотрите, сколько за колючей проволокой. Сегодня мы живем в мирное время, а люди за колючей проволокой. Их держат, как зверей. Их охраняют собаками злыми. Их охраняют с оружием. И мне приходилось видеть этих людей, и сейчас я вижу, когда бываю в этих колониях, когда испоедую этих страшных преступников. Кто эти люди? Эти люди плоды греха. Грех и болезни. Грех и разводы. Грех и измены. Грех и предательство. Кто нам преподавал этот предмет в какой-нибудь школе? В институте, в колледже. И Бог, творец этого мира, Бог, творец этой уникальной живой планеты, Бог, творец этих живых существ, Бог, творец жизни, истины, правды, сегодня нам открывает нечто, потому что он нас готовит сегодня для великого события 48 дней постной жизни. Зачем ты, Господи, это делаешь? Для какой цели, Господи? Почему мы должны отказываться от пищи? И мы сегодня открываем с вами тайну. Сегодняшний воскресный день называется «Воспоминание изгнания Адама из рая». «Воспоминание изгнания Адама и Евы из рая». Вот это очень важно. Что они совершили? Что Бог, творец, который их сотворил, изгнал их из того места, в которое он родил их и насадил. Так иногда дети так докучают родителям, что они говорят, «Ну зачем я тебя родил? Что ты делаешь? Сколько этих конфликтов родителей и детей?» Иногда мать, которая нас может за все простить, мать за все может простить. Мать говорит своему сыну или дочери, «Зачем я тебя родила?» Мать, чтоб такое сказала. И сегодня безумие. 21 век, Россия, Святая Русь. А что такое Россия? Россия – это огромное количество народов, разных этносов, национальностей. Вот это Россия сегодня, которая считалась Святой Русью, которая объединила вокруг себя огромное множество народов, не только христианских. В этой России сегодня безумие. 8 миллионов абортов в год. Женщины, чтобы не рожали детей. Измены. Извращения. И мы сегодня пришли с вами в этот храм, в это удивительное место. Мы, люди, которые здесь стоят, я и каждого из вас знаю. Кто-то приехал из Москвы, кто-то приехал из Иваново, кто-то из Нижнего Новгорода приехал. Кто откуда? Мы собрались здесь с вами, вся Россия собралась. Мы говорим, «Господи, что с нами происходит?» еды сколько угодно, а мы больные. Время радоваться, а мы плачем. Время рожать детей, а мы бездетные. И на сегодняшний день нет у нас уже слез, у нас уже высохли глаза от слез. И мы уже пришли как последнюю инстанцию. Все, нам больше идти некуда. Врачей прошли, адвокатов прошли, прокуроров прошли, судей прошли. И теперь мы пришли к Богу, говорим, «Все, Господи, сил больше нет. Дальше идти некуда». Мы с вами можем упрекнуть Бога за что-нибудь, что Он не дал нашей Руси. У нас что, маленькая территория, где жить негде? У нас нет природных ресурсов. У нас нет талантов у нашего народа. Вы посмотрите, в чем мы можем упрекнуть Бога, что Он нам не дал с вами, в отличие от любого другого народа. Кто с нами может сравниться сегодня? Какая территория? Какие леса? Сколько воды? Сколько золота, алмазов, серебра? Какой климат удивительный. А мы плачем и рыдаем. Мы поели друг друга. Мы не знаем, что с нами происходит от нашего раздражения и злобы. мы с вами несчастные люди. Наши учителя, наши родители, наши родственники, наши преподаватели в вузах нам не дали самого главного. они нам ни слова не сказали о Боге, они нас не научили беседовать с Богом, жить по закону Бога, они нам дали другой закон. Они отняли у нашего народа самое главное. Мы перестали называть себя детьми Божиями. Мы граждане государства атеистического. атео. Тео Бог, атео против Бога. Безумие. пошли против того, кто сотворил этот мир, кто сотворил человека. Что от нас ожидает Господь? Он на нас обижается, он нас в чем-то укоряет. Бог не может никого укорять, Он есть совершенство. Бог есть совершенная любовь, Бог есть совершенный разум, Бог есть совершенная премудрость, Бог есть совершенная истина и правда. Поэтому сегодня мы не имеем основания что-то вообще сказать Богу. Господь нам все дал. То, что мы носим очки, это мы сами утратили зрение. Мы неправильно употребляли наши глаза. То, что у нас болят желудки, мы неправильно питались. то, что у нас распадаются браки, мы виноваты в этом. Нас не научили родители, как жить в браке. Два человека живут. Два человека. И они не могут мира между собой найти. Два человека не могут найти между собой мира. Браки сегодня распадаются на каждом шагу. Мы не умеем жить вместе. Но мы не можем жить и одни. Мы же не звери. Звери тоже устаем. И так сегодня свершилось самое главное. Сегодня воспоминание изгнания Адама из рая. Царство Божие на земле. И так Бог сотворил человека. Если Бог дух это не дедушка с бородой какой-то. А Бог есть дух. Он сотворил человека духовным. Но дал нам еще с вами тело взятое от земли. Наше тело один к одному наша планета земля. Один к одному. и если будет болеть наша планета земля будем мы с вами болеть и никакие врачи нам не помогут. Когда наши родственники до 17 года до этой страшной революции наши родственники жили на этой земле не было вообще врачей. Их просто не было. Они не нужны. Но чтобы врачей не было нам нужно жить чисто. Чисто. Не то, что мы моем руки с вами. Что умываем лицо, употребляем мыло. Нет, не об этой чистоте речь идет. Речь идет о чистоте нашего сердца. Наше сердце, которое не просто гоняет кровь. Вот о чем разговор. сердце чистое должно быть. И пророк Давид нам говорит, сердце чисто созижди во мне Божий Дух прав, обнови его утроби моей. И сам Христос говорит, в сердце вашем блуд, воровство, кражи, прелюбодеяние. Сердце это другой орган совсем. И когда сердце наше разрушено, когда сердце наше грязное, а сердце соединено с нашими чувствами и нервной системой, тогда будет плохая кровь. А кровь разрушит все органы. Итак, что желает от нас Бог Творец? Бог Творец от нас ожидает, чтобы мы вернулись в первозданное качество. Он так и говорит нам, будьте святы, яка я свят, Господь Бог ваш. Он хочет нас вернуть первозданное качество. Но не хорошо же у Бога просить, чтобы Бог нам дал машину. Но нельзя так, так нельзя. Если мы с вами не учимся в школе, нельзя же утомлять Господа, чтобы просить у Бога, дай мне Господи, чтобы мне поставили хотя бы четверку. Но надо учиться, нам же дал Господь разум. Бог желает, чтобы мы вернулись в первозданное качество духовной природы, в первую очередь чего? Нашей души. Наша душа стать дождат духовной. Наш внутренний мир, душа, ум, сердце, воля должны стать снова духовными. А что такое духовными? Дух Божий даст нам сразу семь даров Святаго Духа. Премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие, страх Божий, способность рассуждать, способность понимать, способность творить. Вот почему Бог нам говорит, когда Он сошел на землю, без меня творить ничего не можете. Поэтому сегодня нам дается прекрасное время. Мы должны успеть разобраться со всеми предметами, вопросами, проблемами. Мы должны все расставить, успеть на свое место. Мы с вами счастливейшие люди, в отличие от наших родственников, которые жили в советское время, которым запрещено было даже думать о Боге. Не было книг и духовных. Не было молитвы слов, храмы взорвали, разрушили, священников убили, иконы сожгли. Это дьявол послал своих агентов. Поэтому сегодня мы должны с вами понять, что такое изгнание Адама из-за рая. За что изгнана Адам и Ева, а точнее Ева и Адам. За то, что они приступили заповедь Бога. А что такое заповедь? Заповедь это пределы свободной воли человека. Нам дана свободная воля, но мы не во всем свободны. И Господь нам полагает предел свободы воли. да ты можешь огорчиться на своих родителей, но Господь нам говорит, чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, долголетен будешь и на земле. Мы говорим, Господи, а как быть жизнью всех, не убей. Мы говорим, Господи, а как быть с браком, не прелюбодействуйте. Ступили брак, не изменяйте друг другу. И так во всем. Живем с соседями. Не пожелай, что в доме ближнего твоего, ни жены его, ни собственности его, ни животных его, ничего, что в доме ближнего твоего. Смотрите, как все просто. Что нам нужно сделать сегодня, чтобы вернуться в первозданное качество? У нас сегодня нам надо вернуть веру. У нас нет веры. Когда мы говорим еда, когда мы говорим здоровье, когда мы говорим вера, когда мы говорим любовь, мы должны добавить слово, какая вера, какая любовь. Любовь может быть слабой, а может быть вообще другой. Нам показывают сегодня любовь половую по телевизору, через фильмы. Это не та любовь. Если мы будем этой любовью жить, скоро детей потеряем, совсем потеряем детей. При этой свободе. Поэтому мы должны сказать, у нас есть вера непоколебимая, не только то в том, что есть Бог, а Богу нет, такой веры нет. Нам не поставили, нам голос поставили, многие ходят в музыкальные школы, им поставили руки, играть на инструменте, пальцы поставили, им поставили слух, им поставили голос, а вот сердце не поставили, веру не поставили, любовь не поставили. Вера непоколебимая Богу в первую очередь. Поэтому сегодня мы с вами пришли к Богу и говорим Господи, за что ты изгнал наших прародителей из рая, из царства Божьего на земле, потому что они нарушили заповедь Бога. А слово заповедь и заповедник это место ограниченное, где есть или уникальные животные, или уникальные птицы, или уникальные деревья, заповедник. А слово заповедь как библиотека от слова Библия. Итак, сегодня мы с вами говорим, каким был человек, который был в царстве рая, какого Бог сотворил человека по природе. Человек был духовный. Что это значит? Адам и Ева, когда были в раю, ели крольчатину, ели животных, ели птиц. Ели рыбу. Нет, они питались семенами. Они питались другой пищей. Вот в чем весь смысл. Второй момент. Мы с вами можем рассуждать от рассудка нашего, от головного мозга. Поэтому на сегодняшний день мы с вами говорим, что произошло с нашими прародителями, что они вкусили. Смотрите, есть ли в человеке благодать святаго духа, дары духа Божьего? Это совсем другое. Этот человек никогда не возьмет чужого. Этот человек всех простит, кто его обидел. Этот человек никогда не будет мстить кому-то. Это другой тип личности. Мало этого. Человек духовный, который имеет Духа Божьего в себе, даже когда умирает, тело его не распадается. Посмотрите, сколько уже ты больше тысячи лет лежит тело Николая Угодника. Посмотрите, сколько времени лежит тело Сергия Радонежского, Серафима Саровского. Посмотрите, тех, кого мы называем святыми и чьи имена носим. Мы можем их мощи увидеть. Что такое мощи? Их тела, которые живы. Эти тела сегодня не распадаются, они остались в том состоянии, каком они были. Это мыслимо или нет? Вот какие нам книги надо изучать. Вот что нам нужно с вами о чем рассуждать. И сегодня мы в этом храме имеем почти что 200 мощей святых. Нам эти святые для нашего храма выделили по частичке от своих тел святых. Если мы будем с вами пить вино, станем алкоголиками. Если будем брать чужое, станем ворами. А если мы будем общаться с Богом, мы станем детьми Божьими, мы станем духовными и святыми. Таковых ищет Господь себе. Итак, наше тело. Сегодня большинство людей живут ради тела. Сегодня большинство людей стараются думать о еде больше, о том, чтобы побольше было вещей, предметов. Мне приходится этих людей видеть очень часто. Я видел людей, которые имеют пятиэтажные дома, а живет один. Его даже никто не поздравляет с днем рождения. Один в пятиэтажном доме. Машин я не говорю сколько. если вы прошли по этим пяти этажам посмотрели чего там нет золота, серебра, алмазов. Есть там деньги, да там их несметное количество. Только никого нет в этом доме, дом пустой, ни жены, ни детей. И никто даже с днем рождения не поздравляет. Вот что мы сегодня видим. Значит это не тот путь для человека. который нужен ему. А святые Николай на острове Залец жил. Отец Николай. К нему миллионы людей ехали со всех концов. Поезжайте сегодня в Москву в Блаженной Матроне. Что ехать в Блаженной Матроне? Скажите, она слепая была. Она что имела институтское образование, лауреат Нобелевской премии? Почему к ней есть миллионы людей со всех концов земли? Кто такая Ксения Блаженная? Блаженная, юродивая, юродивая. Посмотрите на ее жизнь. Она уже давно ушла из жизни. Что вы идете к мертвому телу? Мы умираем, после нас ничего не остается, так нам говорили большевики с их учеными. Зачем вы идете к Николаю Угоднику? Посмотрите, что турки сделали. Турки оградили это место. Защищают, охраняют это место, где родился Николай Угодник. Поезжайте, посмотрите, миллионы людей со всех концов едут, где он только родился, а где мощи его лежат. Мертвое тело положили в раку, в гроб положили, а из этого мертвого тела, которое десятки лет пролежало в земле, стало выделяться мира, и тело это стало плавать в этом мире. Берут люди это мира, помазываются и исцеляются от любой болезни. Это что такое? Почему ученые не изучают это? нам нужна вера непоколебимая. Теперь мы говорим о любви. Нам поют с утра до вечера песни о любви. Посмотрите на этих несчастных певцов, что с ними стало. Они не могут даже зачать детей нормальных. Посмотрите на этих актеров, которые нам все время говорят о любви, о другой любви. Их жизнь, посмотрите, через пробирки рожают детей. Безумие. Они хотят, чтобы весь народ перешел на пробирки. Поэтому сегодня все очень просто. Надо чуть-чуть поразмышлять просто. Иисус Христос говорит, по плодам их узнаете их. Посмотрите на плоды их. Что с ними дальше стало? Еще поймете, зачем брать с них пример? Надо брать пример со святых. Бог желает, чтобы мы стали святыми. Но у нас с вами препятствие есть. Наше тело. Наше тело. Оно требует пищи. Оно требует воды. Оно требует солнечного света. Оно требует воздуха. Чистого воздуха, чистой воды, чистой пищи. Тело. В этом теле нашем есть органы чувств, которые оценивают качество нашей жизни. Хорошо, вкусно, замечательно. в нашем теле есть нервная система. И наши реакции постоянно. Нам кто-то слово сказал, мы тут же дали ответ. Что посеешь, то и пожнешь. И так тело. И Господь в своей церкви, церковь у Бога, это школа и больница для больного грехом человечества. Что дает Господь нам в своей церкви? Он нам дает пост. Он говорит, вы хотите есть, но надо воздерживаться для тела, иначе мы будем как кабаны, как поросята будем. С утра до вечера есть. Я кормлю каждый день птиц. И сегодня перед тем, как пойти сюда, вышел, покормил минус 7 градусов. Они когда меня видят, сразу слетаются со всех концов. Они меня так любят и узнают уже. А сначала были дикие, нельзя было подойти к этим воронам, галкам, а сейчас они радуются, когда я выхожу. Они эти безмозглые животные, птицы, и то любят и узнают тех, кто их кормит. А мы дошли до предела, Бог нам все дает, а мы не вспоминаем даже Бога, не благодарим Его. Мы Его даже не узнаем. Тело наше. Очень важный момент. Более чем 40 лет я нахожусь в церкви, ни разу я не видел, чтобы люди провели великие посты, им стало хуже. Что нам показывает пост? Пост переводится на наш язык воздержание. Воздержание для глаз, воздержание для ушей, воздержание для языка и для желудка, и ниже, что желудок. В это время не совершаются браки, не начинаются дети. Время поста это время возвращения нашего к Богу. и так, если мы 48 дней с вами уже не вкушаем такого количества пищи и такого качества пищи и с нами ничего не совершается, значит, то, что мы едим, это лишнее. Мы не то едим, не то пьем. Время поста. когда наше тело успокаивается, приходит все в норму. Я бы никогда не посмел вам об этом говорить, если бы сам этого не прошел. если бы я не болел, я бы не знал, как излечиться от болезни, но я знаю, что такое болезни. Я знаю, что такое горе, конечно, знаю. Поэтому, пройдя все, я увидел это и понял, сегодня вам об этом говорю. Конечно, я прошел то, что не есть по многу дней, 12-15 дней, я не ел, вообще пищи не вкушал. Мог бы и больше это делать. Это много лет прошло, много лет подряд было. Нужно нам это сегодня? Не надо. Я по 5-6 дней не пил воды. Нужно нам это? Нет, не надо. Сегодня нам нужно просто ограничить пост, воздержание от чего-то, от количества и качества. И когда мы с вами перейдем вот в этот режим жизни, для нашего тела, когда мы ограничим его, но заменим в это время беседой с Богом, молитвой и особенно покаянием, когда мы за это время начнем вспоминать свою жизнь, мы ее совсем увидим по-другому, когда наше тело немножко освободится от лишней пищи. Поэтому сегодня мы вспоминаем Адамово изгнание, но мы с вами должны вернуться к Богу, вернуться в Царство Божие на земле. Что есть в Царство Божие на земле? Где рай сегодня находится на земле? Есть рай на земле? Да, есть рай на земле Церковь Божия. Она рассеялась по всему миру, и кто вошел в Церковь Божию? Кто стал жить по закону Бога? Кто стал жить по заповедям Бога, заповеди Бога и талон человеческой природы? Кто стал вкушать тело и кровь Бога, который Он нам дал, чтобы обновилось наше тело и наша душа, и кровь наша обновилась? Тот человек уже не вернется назад. И так из года в год, каждый год Господь нам одно и то же дает. Он бивает как гвозди в нашу волю, в наши чувства, в нашу память. Одно и то же. Одни и те же евангельские чтения, одни и те же события, одни и те же таинства, одни и те же Священное Писание. Но как набат звучит голос Бога, как набат, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Смотрите, он не говорит, придите ко мне татары, придите ко мне евреи, придите ко мне мордва, чуваши, армяне, грузины. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Все. Господь каждого призывает человека, преступника, больного, извращенца, убийцу, всех приглашает Бог. Не идет только одна категория людей, тех, кто не верит Бога и не верит Богу. Вот этим трудно. Поэтому сегодня я умоляю вас размышлять о своей жизни, размышлять о жизни ваших родных, которые прожили, размышлять о истории нашего народа. Может быть, вспомнить тех, с кем вы учились в школе, кто был отличниками, а сегодня стали ворами, кто был спортсменом, а сегодня он стал больным. Вспомните всех, с кем вы учились, с кем жили в подъезде, в доме, на улице, в секцию ходили, в музыкальный кружок. И вы все поймете, что без Бога не до порога, без Бога ничего не получается. Поэтому сегодня тело наше, надо дать телу нашему воздержание, смирение. Сегодня мы закончим с вами службу. Вечером соберемся сегодня, попросим прощения друг у друга перед большим путем, большим путешествием и отправимся в это путешествие. Будут особые службы, будут совершенно особый период времени. Сколько мы с вами в году живем, сколько постов проводим, ничего равного великому посту нет. Поэтому начиная с завтрашнего дня, начиная с погружения в канон Андрея Критского, этот великий Андрей нам напомнит о изгнании Адама из рая. Когда мы говорим об изгнании Адама и Евы из рая, мы должны понять, что и о своем изгнании, и мы изгнаны, мы тоже что-то утратили, а что-то не приобрели. Поэтому сегодня у нас удивительный день, солнце радуется вместе с нами, все собаки встретили меня сегодня утром. поэтому такая большая радость. Мы снова здесь. Смотрите, какая красота. Самое главное, мы пережили 22 декабря с вами, самый тяжелый день в году, а сегодня мы уже движемся к лету все хорошо. Поэтому я желаю нам радоваться с вами, потому что наступает весна нашей жизни, Великий Пост, лучшее время. Когда мы закончим с вами пост, мы поймем, как должен жить человек на земле. Все мне дозволено, но не все полезно. Поэтому я желаю, чтобы мы с вами подготовились как следует к великим событиям распятия Господа, его воскресения и дальше его вознесения. И каждый из нас тоже через это пройдет. Наша земная жизнь, это наше распятие, это несение креста, иногда пригвождение кресту. Приход в церковь это наше воскресение и дальше, когда окончится наша земная жизнь, вознесение нашей души к Господу. И вы знаете, моя самая высшая и великая и глубокая и тайная мечта, чтобы мы после этой жизни все с вами встретились в Царстве Небесном. Если мы там окажемся, тогда я вам правильные слова говорил, вы правильно за меня молились, тогда все будет уже ясно и понятно. Если не попадем туда, что-то мы не поняли, что-то не договорили, что-то не додумали. Поэтому сегодня я себя и вас поздравляю с самым главным всем, Александр Михайлович, с тем, что мы пришли в Церковь Божия. Теперь нам здесь надо удержаться, здесь нужно что-то понять. А чтобы нам что-то понять, я тоже, пожалуй, пойду и подумаю. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Пойду поразмышляю. Аминь.